Уважаемые ребята, сегодня разрешите вам представить тему урока электропривод с двигателями постоянного тока смешанного возбуждения по предмету основы электропривода преподаватель спецдисциплин Алюшинов Талгат Талапович. Сегодня на уроке рассмотрим первая схема включения обмоток, вторая механическую характеристику, третья схема электродвигателя смешанного возбуждения и четвертая скоростную характеристику. Схема включения обмоток, это двигатели смешанного возбуждения имеют две обмотки, параллельную и последовательную, намотанную на одни и те же полюса. Электрическая схема двигателя показана на рисунке 1.33. В зависимости от числа витков обмоток и протекающего по ним тока, соотношение между МДС параллельной обмотки возбуждения и последовательной обмотки возбуждения может быть различным. Кроме того, обмотки могут быть включены согласно или встречно. Чаще всего в практике встречаются двигатели с преобладанием МДС параллельной обмотки или согласно включении обмоток. Представляем вам электрическую схему двигателей и механические характеристики. На рисунке 1.33 показана схема двигателя со смешанным возбуждением, двигателя постоянного тока со смешанным возбуждением. Вы видите, обмотки возбуждения подключены последовательно обмотка ОВ-2 и параллельно обмотка ОВ-1. Следующая механическая характеристика. Рисунок 1.34. Кривая 3 располагается между характеристиками двигателя с параллельным возбуждением, это прямая 1, и двигателя с последовательным возбуждением, кривая 2. Такая характеристика позволяет получить значительный пусковой момент и исключает возможность разноса двигателя при холостом ходе. Регулирование частоты вращения двигателя смешанного возбуждения аналогично регулированию скорости двигателя параллельного возбуждения. Варьируя МДС обмоток возбуждения, можно получить почти любую промежуточную механическую характеристику. Приведенные особенности двигателя смешанного возбуждения определяют его использование для приводов, компрессоров, компрессорных станций, строгальных станков, механических цехах, подъемников и в электрической тяге и так далее. Принципиальная схема электродвигателя смешанного возбуждения приведена на рисунке 1. В этом двигателе имеются две обмотки возбуждения. Параллельная шунтовая, подключенная параллельно цепи якоря и последовательная, серьезная, подключенная последовательно цепи якоря. Эти обмотки по магнитному потоку могут быть включены согласно или встречно. Посмотрите схему электродвигателя смешанного возбуждения. При согласном включении обмоток в возбуждении их МДС складывается и результирующий поток примерно равен сумме потоков, создаваемых обеими обмотками. При встречном включении результирующий поток равен разности параллельной и последовательной обмоток. В соответствии с этим, свойства и характеристики электродвигателя смешанного возбуждения зависят от способа включения обмоток и от соотношения их МДС. Скоростная характеристика. Зависимость количества оборотов от тока якоря при напряжении равном номинальному и току возбуждения постоянному, равной константе. Здесь ток возбуждения, ток в параллельной обмотке. С увеличением нагрузки результирующий магнитный поток при согласном включении обмоток возрастает, но в меньшей степени, чем у двигателя последовательного возбуждения. Поэтому скоростная характеристика в этом случае оказывается более мягкой, чем у двигателя параллельного возбуждения, но более жесткой, чем у двигателя последовательного возбуждения. Домашнее задание. Описать и зарисовать схему электродвигателя смешанного возбуждения. Описать и зарисовать механическую характеристику. Описать скоростную характеристику. Спасибо за внимание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»